Иван, кто за письмецо? Письмецо? Она есть на диске, письмецо, да. Здравствуй, дедушка Ленин, Медведь Толстой, Дай нам хлеб и денег, Пусти на постой, Отпусти из темницы Квартиру купи, Расстреляй всех воров И камень затопи. А еще, дядя Путин, Некраса в Шекспир, Сделай, чтоб во всем мире Был гворот и мир, Чтобы рожь колосилась И свел алый мак. И на каждом углу Расливали конья. А еще, милый Божий, Пока не забыл, Сделай, чтоб президент Нас немножко любил. Ну а мы, если что, Или если чего, Так полюбим его, Как никто, никого. Куплеты перепутал. А еще, милый Болин, Батяня родной, Сделай, чтоб понедельник Нам был выходной. Каждой бабе по мужу В мытищий трамвай, Лишь соседу козлу Ничего не давалит. Он вообще-то, Он вообще-то не хлыщ, Не заносчив, не зол. Он обычный, Типичный, Двуличный козел. А еще, милый Божий, Вот тут пока не забыл, Сделай, чтоб президент Нас немножко любил. Ну а мы, если что, Или если чего, Так полюбим его, Как никто, никого. Вот и все, Да с видосом напрягает писать, Посылаем вам бонусом Кузькину мать, Ты уж сам там решай, Где приплод, Кто в расход. Дата-подпись Приветом Российский народ. Я слышал, На моей маленькой цыганчике Вы начинали хлопать, Тогда, вот теперь уже Можно хлопать полностью, Потому что это Костромская цыганочка Или новая русская сказка. В нашем сказочном лесу Сказки повзрослели, Кот ворует колбасу, А жардицу съели, Олигархой стал кощей, Прикинулась с принцессою, Прикинулась с принцессою, И служит стюардессою. А бывшая золушка, Десять лет как вдовушка, За печкой курит трубку, Ушивает юбку, Ушивает юбку. Ты катись, катись, Клубок комбасою, Обвенчался колобок С хитрою лисою. У рыжий волчий аппетит, А на все время жрать ходит. Зазевался он слегка И не стал колобка. Эх, мак, я стал дарить, Звони мне слабо, Дарить санкет. Ты катись, 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 Клубок. Тоненькая нитка, В небе белый колобок, В клювике открытка. В той открытке три строки, Как тройное здрасте. Все мы, Ваньки, дураки, Все желаем счастья. Эй, мак, Кострова, Танислав, Танислав, Танислав. Танислав, Танислав, Танислав. 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 Спасибо, что я второе отделение подзатянул. Нет, нет. Вот, меня попланирует еще Оптимистический, Юмористический рассказ На минут пять. Как было? Ну, раз уж заявил я ее. Называется, Посвящен он Фрэнсису Скорту Фит-Жеральду. Вот, поскольку там использован как бы его мотив, и называется «Волшебная сила любви». Утро было как утро. Владимир Александрович надел очки, натянул на правую ногу протез, прополоскал рот, вставил челюсть и, опираясь на палочку, пошел по коридору на процедуру, машинально здороваясь и механически улыбаясь. Его блуждающий взгляд ни на чем не фокусировался, все вокруг было знакомо, привычно, пейзаж за окном уныл и пасмурен, ремнисцентный свет в коридорах верцал так же размеренно, как и вчера, как и в прошлом году, и пять, и десять лет назад. Кушетка в процедурной была свободна. Он стянул штаны и лег на живот в ожидании витаминного укола. Вот сейчас медсестра Анна Михайловна, шестьдесят, одышка, бабушка трех внуков, поет в церковном хоре, по воскресеньям ходит на могилу мужа и разговаривает с ним пять минут. Шаркая выйдет из-за ширмы и сделает ему укол. Будет больно, тупо, а потом тепло. Но тепло наступило чуть раньше. Оно распространялось по комнате незримыми волнами, поюкая полуголое тело Владимира Александровича. Оно нежно приближалось и мягко усиливалось. И, наконец, остановилось непосредственно над ним. Владимир Александрович оглянулся и даже немного испугался. Это была отнюдь не Анна Михайловна. Вместо нее, выпуская из шприца мелкую струю, на рабочем месте присутствовал молодой ангел женского пола с большими зелеными глазами, чем-то напоминавший во школьную любовь Свету Яблокову. Ангел улыбался во все свои белые ровные зубы и что-то шелестил на ангельском мелодичном языке. Владимир Александрович прислушался. Анна Михайловна заболела. Теперь уколы по утрам вам буду делать я. Но укола не последовало. Ни боли, ни тупости. Одно концентрированное тепло. Животворное лекарство, легко пройдя через ягодичную кожу, быстро распространилось по всему телу, проникло в сердце, в душу и даже в мозг, рождая давно забытые приятные ассоциации. Владимир Александрович испытал огромный прилив забытой нежности и от впечатления даже прослезился, а через секунду осознал, что уже стоит перед сестрой и, прочувствовав она, трясет ее за руку. Спасибо вам. Вы, вы фея. Никто, вы слышите, никто в жизни так нежно не делал мне укол. Кстати, что вы мне ввели? В B12? Пожалуй, причами феи от в нежной зеленом халате. Во всяком случае, именно так написано на упаковке. А как вас зовут, ангел мой? Спросил Владимир Александрович. Любовь Дмитриевна, можно просто Люба. Что вы, какое просто! Я буду звать вас Любовь. Зовите, как хотите, ломнулась Люба. Только трусы не забудьте сзади подтянуть, а то как-то не солидно в вашем возрасте по коридору с голой попой. Вы, безусловно, правы, Любовь, пробормотал покрасневший как рад Владимир Александрович, пятец к выходу и одновременно подтягивая штаны с трусами. По ходу движения обратно в палату Владимир Александрович как-то машинально и невзначай приобнял шедшую навстречу посетительницу среднего возраста. А перед самой палатой поцеловал в губы врача Елену Павловну. 42, разведена, двое детей, трехкомнатные в центре, иногда пьет по ночам, чебоксарский бальзам. На завтра уход, на завтра уход Владимир Александрович снова делала Люба. Как и на следующее утро, и на следующее, и на долго. И Владимир Александрович вознечтал, что навсегда. Дальнейшие события взбудоражили всю общественность дома престарелых. Не могли не взбудоражить, потому что с каждым уколом Владимир Александрович чувствовал себя все лучше и лучше. После пятого укола у него начали расти волосы на лысой, прежде, голове. Причем не седые, как раньше, а светлорусые, как в детстве. На двенадцатом уколе стала возвращаться мужская сила. На семнадцатом прорезались зубы по всему периметру рта. А на двадцать первом начала расти ампутированная семь лет назад правая нога. Ко всему прочему, он стремительно худел, молодел и одновременно наращивал мускулатуру. Разумеется, в дом престарелых атаковали журналисты, телевизионщики. И, конечно, этот феномен был преподавал руководством, как успехи местной медицины. Репортеры пробовали брать интервью Любови Дмитриевны и Владимира Александровича, но они оба заговорчески помалкивали и томно улыбались. Через два месяца из окна процедурной, не волнуйтесь, у нас первый этаж, дома престарелых под цикт и в каром, вылез молодой человек, в котором разве что рост и цвет глаз напоминал Владимира Александровича. Глаза его учились усталым счастьем. Легким и в чем-то даже показанным движением руки, он выбросил в никуда ненужные очки, улыбнулся солнышку, во все свои белые и молодые зубы и бодрой и уверенной походкой направился к воротам. Он шагал по шоссе и всю дорогу до самой Москвы в 1307 километрах в ясном небе синяло ласковое солнце. Спасибо. Если вы хотите, то заходите близкие, близкие и близкие. Спасибо вам большое, что вы ждите. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.